Глава 18 Несколько дней спустя Итак, охотники, сегодня вы будете охотиться на кабана. Но ночь, мне кажется, что лучше охотиться где-нибудь поблизости. Скоро пойдет дождь. Ты думаешь, что моя стая настолько слаба, что они не смогут охотиться в дождь? Да при чем тут это? Просто они промокнут и заболеют. Не говори глупости! Мы сильные волки, и из-за промокшей шерсти не можем заболеть. Извини, ночь, но я все-таки лучше поохочусь неподалеку. Ага, возле поваленных деревьев. Там столько зайцев развилось, так что всех на корме. Ой, побежали уже скорее туда. А то если дождь начнется, зайцы все попрячутся. Пошли, пошли. Удачной охоты! Это же звездная! Позавчера она так сильно умоляла охотников показать, как нужно правильно охотиться. Но они были очень заняты. Наверное, она будет рада, если я ей предложу потренироваться. Ура! Правда-правда? А когда? Сейчас или через час? Какая же ты шумная! Угомонись, пожалуйста! Звездная! Да, мама алая! Хочешь потренироваться в охоте? Неа! Мне уже звездный пообещал! Меня заставили. А, вот как! Ну что ж, удачи вам в тренировках! Угу! Послушай, через это проходят все родители. Я-то уж знаю, у Сирени были щенки. Твоя сестра была парой вожака? А, нет! У нас можно было заводить волчат всего раз в жизни. Так вы жили в стае? Сколько же тебе было, когда ты родила этих щенков? Они не мои дети. Они мне родные брат и сестра. Что-то я не очень понимаю. Наша мама погибла, упав с оброй вместе с ночником. И поскольку я была единственной волчицей в стае, я стала их приемной матерью. Вот как! А я-то все гадал. Как такое вообще может быть? А кто такой ночник? Щенков родилось четверо. Я никогда не слышала, чтобы небо так грохотало. Начинается гроза. Нужно щенков загнать в нору. Звездная, Звездная, быстро в нору! Почему? Это всего лишь гроза! Выполняй приказ. Звездная, а где уголь и медведица? Они вместе с полнолунием меняют спальное место у старцев. Звездная, иди к ним и скажи, чтобы они, да и ты тоже остались в пещере старцев. Хорошо, Алая. К чему все это, Алая? Ведь это и вправду просто гроза. У меня плохое предчувствие. У тебя было видение? Нет, но у меня такое чувство, будто должно произойти что-то плохое. Обход границ завершен. Отлично. Попрошу вас спрятаться в норах и не выходить оттуда без приказа. Алая, неужели ты боишься грозы? Это приказ черный, так что выполняй. А где мои братцы и сестра? Черничка, иди, пожалуйста, в пещеру старцев. Там тебе все объяснят. Хорошо. Где же эта ночь? Я что, одна должна управлять стаей? Мы видели ночь в лесу. Я его окликнул, но он меня, кажется, не услышал. Сокол, можно тебя попросить? Конечно. Проследи, когда вернутся охотники. Передай им, чтобы они всем отнесли добычу и сами спрятались в норах. Хорошо, Алая. А ты куда? Я верну этого обиженного лопуха. Но ведь ночь не щенок. Он и сам сможет вернуться в логово. Я чувствую, что должна идти. Алая! Алая, вернись! Так, метеорит проверял границы в лесу, состоя огня. Я должна искать ночь где-то там. Дождь стал сильнее. Дальше своего носа совсем ничего не вижу. Как я вообще найду? Я упала? Ох, еще бы чуть-чуть, и я была бы там, внизу. Ночь! Алая! Как же холодно. Великие предки, спасите меня, пожалуйста. Спасите меня, хоть кто-нибудь. Спасите. Опять непроглядная чернота? Как же она мне надоела. Свет? Наконец-то! Ура, я почти добралась! Тебе туда еще рано, сестра. Черника! Как же я соскучилась! Я тоже скучала. Как же приятно снова чувствовать ее запах и слышать родной голос. Мы пришли остановить тебя. Мы? Привет, Алая! Ночник! И ты здесь! Какой сегодня прекрасный сон! Алая, ты должна вернуться обратно. А то стая некому будет вести великий день. В смысле? Я не хочу обратно, я хочу остаться с тобой! Это же... Ты должна вернуться. Но, если сейчас не вернешься, то никогда не сможешь. Ступай за мной, хранительница стаи ночи. Ты... Ты тоже хранитель? Да. Черника, ночник, я пойду. Пока. Я буду скучать по вам. Мы тоже. Алая! Передай, пожалуйста, углю, чтобы он перестал бояться леса. Хорошо, передам. Пошли скорее, пожар не сможет слишком долго звать тебя. Бегу! Алая! Молю тебя, очнись! Ночь, соколый пожар. Что-то случилось? Ты была почти мертва. Я уж думала, что мне не получится вытащить тебя с того света. Спасибо. Алая, не смей больше закрывать глаза. Прости меня. Я... Я больше никогда не буду на тебя обижаться. И вообще... Довольно разговоров. Нужно как можно скорее отнести ее в логово. Да, да, точно. Помогите закинуть ее мне на спину. Лучше понесу я, а ты подстраховывай. Почему это? Я хочу понести ее. Сначала возьми себя в лапы, вожак. А то иначе я не позволю тебе нести Алую. Если вы собираетесь спорить, то я быстрее сама до логова доползу. Пусть несет ночь. Ведь сокол плавал и больше устал. Помогите мне. Пожар, пошли с нами. А то куда ты пойдешь один в такую грозу? Спасибо. Но мне нужно вернуться в свое логово. И помочь своим собратьям. Понимаю. Спасибо, что спас Алую. Я у тебя в долгу. Ничего ты мне не должен. Я помог, потому что она мой друг. Какой хороший волк. Пришел на помощь в такую погоду ради друга. Давай помогай. Вы вернулись. Ну и где вас носило в такую грозу? Что случилось с Алой? Она упала в ущелье. Она в порядке? Жить будет? Да. К нам прибежал пожар и вернула Алой жизнь. А кто вытащил Алую? Я. Молодец, ночь. Я так и думала. Пожалуйста, потише. Алой нужен покой. А я смогу ей помочь только когда закончится эта гроза. Можешь открыть рот и глубоко дышать? Слышится небольшое хрипение. Но это не страшно. Где-нибудь болит? Нет, но я страшно устала. Тогда поспи. Что это? Судя по звуку, это упало дерево. Пойду посмотрю. Ну что там? Что там? Спасибо. Спасибо. Продолжение следует. Спасибо.